Прежде чем ответить на вопрос «Кто ты такой?», сначала поинтересуйтесь «А кто спрашивает?». Вот именно об этом я сегодня с вами и хочу поговорить. Всем доброго и очередного утра с Андреем Тихоновым. Сегодня, дорогие уважаемые мои подписчики, мы с вами разберем очень важную и часто встречающуюся манипуляцию, которая называется «Ты никто». К великому сожалению, в нашем обществе существуют такие люди, которые считают, что они вот какое-то всемирное такое благоволение человеческое, что вот на них просто все должны смотреть и восхищаться, какие они прекрасные. Но они, с другой стороны, считают других людей каким-то сборищем второго сорта. Ну ладно бы, если бы они считали нас, допустим, других людей сборищем второго сорта, так они это очень часто еще и подчеркивают в диалоге. А в диалоге они это делают следующим образом. Они могут перейти на оскорбления, на обесценивание наших каких-то достижений, выделить нашу одежду, обратить особое внимание на какие-то наши, так сказать, недостоинства. Ну может быть у какого-то человека косые глаза, может быть у кого-то неровные зубы, у кого-то торчащие уши, все что угодно. Эти люди не брезгуют оскорблять и принижать чувство достоинства другого человека. Для чего они это делают? А делают это они для того, чтобы расшатать наше эмоциональное состояние, выбить нас из колеи, довести нас до такого состояния, чтобы мы уже плохо могли контролировать процесс того, что происходит в данный момент времени и, естественно, получить желание. Для того, чтобы не попасть под такие ситуации, я дам несколько рекомендаций. Первая рекомендация – это не бояться потерять взаимоотношения с таким человеком и просто-напросто максимально возможно сделать так, чтобы с этим человеком больше никогда не иметь никаких дел и не общаться. Вторая рекомендация – ни в коем случае этому человеку ничего не доказывать, не спорить, не лезть в ответную драку, а просто развернуться и уйти и постараться найти другой источник, как эту самую проблему можно решить через других людей. Если нельзя отойти от этого человека и нельзя этот вопрос решить каким-то другим образом, просто-напросто будьте настойчивы и уводите человека от его каких-то суждений. К примеру, это может выглядеть так. Уважаемый Иван Иванович, вы знаете, от того, что у меня торчат уши, это никаким образом не мешает нам подписать соглашение и начать выполнять работу. Мой сегодняшний внешний вид никак не может повлиять на выполнение наших обязательств. То есть объяснить человеку о том, что то, на что он ссылается, не имеет никакого отношения к тому делу, которое вы сейчас делаете. Есть такой товарищ Гевин Кеннеди. Он определил четыре типа поведения человека. Наши русские педагоги его типирование перевели на наш русский язык и назвали его подростком, робким, танком и лидером. И вот как раз то, что я сегодня описывал, этим инструментом пользуется как раз так. На своих закрытых встречах я максимально подробно объясняю, как нужно себя вести с такими людьми и как делать так, чтобы перехватывать у них власть и начать властвовать над ними. Если вы, дорогие и уважаемые мои подписчики, сталкиваетесь с такими людьми, которые постоянно обесценивают ваш труд, вашу внешность, может быть это ваш коллега, может быть это родственник или начальник, и вы не знаете, как с ним себя вести, приходите ко мне на бесплатную диагностику, разберемся именно в вашем вопросе и посмотрим, чем я смогу вам быть полезен. А на сегодня все. С вами был я, Андрей Тихонов, эксперт в области переговоров. Если это видео было для вас полезным, ставьте вот такой смайлик и подписывайтесь на наш телеграм-канал. А самое главное, берегите себя. С Богом! Субтитры сделал DimaTorzok